В Москве состоялся первый в 23-м году гоночный уикенд чемпионата Аймол Микс-17. Это командные соревнования, аналог гонок на выносливость, в которых спортсмены выступают на 15-ти сильных картах. Этот этап у нас добавил 5 новых команд. Это здорово, это круто, значит, наверное, мы делаем всё правильно. Этап стал экватором всего чемпионата. Число предстоящих и уже прошедших гонок сравнялось, а значит, времени на исправление ошибок остаётся всё меньше, и командам надо не растерять завоёванные позиции. Команда борется за каждую секундочку, и самое главное, за то, чтобы остаться в группе. Вероятно, поэтому ярких и драматичных эпизодов на трассе было немного, хотя напряжение не спадало до самой последней минуты. Особенно это ощущалось в первый день соревнований, когда на трек вышли самые сильные команды. К потере очков здесь может привести любая мелочь. И ошибки пилотирования, и неверная командная тактика, и самый обидный для спортсменов фактор – банальное невезение. Была довольно интересная гонка, довольно много решали машины, с которыми как раз таки не везло в первой части. Команды все собрались очень сильные, поэтому было очень трудно. Сегодня наша задача командная – не вылететь из этой группы, из группы А. Гонка складывается пока что не очень успешно, неудачно, я бы даже сказал. Были и медленные машины, и поломки. В результате почти четырехчасовой гонки на первую ступень пьедестала взошли пилоты команды «Хэмер Тайм». В целом это было довольно неожиданно, если честно, потому что в первой половине гонки все складывалось так хорошо, как хотелось бы, и мы даже не думали, что в принципе даже и на подиум заедем. Поэтому победе, в принципе, мы удивились и очень рады. По общему количеству очков «Хэмер Тайм» сравнялась с лидерами чемпионата – командой МКА-1, которая, в свою очередь, выступила неудачно из-за больших штрафов и оказалась на седьмом месте. Второе место по результатам этапа завоевала команда «Патиссон Компетишн», а бронза досталась коллективу на «Чили Рейсинг». В сводной турнирной таблице эти команды пока занимают пятое и четвёртое места соответственно. На третьем месте в общем зачёте пока удерживается команда «МАДИ», которая в этой гонке показала пятый результат. Однако до конца чемпионата остаётся ещё четыре этапа, так что расклад сил может кардинально измениться. Субтитры создавал DimaTorzok